здравия друг это сергей рад и проект как платить кредит я продолжаю рубрику кредитные письма и постараюсь сделать видео покороче потому что писем накопилось очень много за что отдельная хвала моим подписчикам которые присылают мне страшные письма коллекторов и банкиров чтобы я их разобрал а чтобы другие не боялись присылать можешь мне в группе в любой из соцсетей короче писем много времени мало и я как ты помнишь занят развитием проекта оживаемый бизнес в кризис и разработка инструкции шаблонов документов которые были бы настолько разжеваны чтобы ты ими мог пользоваться и применять их для решения своих кредитных проблем и вся база знаний формируется в закрытом разделе сайта оживаем куда ты прямо сейчас можешь получить доступ если у тебя его еще нет поэтому просто пройди по этой ссылке и так приступим сегодня разберем наш любимый банк русский стандарт и коллекторов кредит финанс экспресс и моей подписчице елене пришло вот такое вот письмо но она не испугалась потому что прошла курс молодого бойца и просто направила мне это письмо чтобы я снял это видео но это чтобы ты не боялся это первая часть письма я начну его разбирать сразу забегая вперед скажу что это письмо является стандартной пугалкой как и все письма коллекторов что коллекторы приедут опишут имущество и может быть еще что-нибудь и целью этого письма является оплата долга тобой в досудебном порядке а как ты помнишь если ты платишь за судебном порядке то ты оплачиваешь все пении штрафа они еще говорят что долг постоянно растет страшно же да а сейчас по пунктам объясню почему это лажа и почему это так тебя пугает и эти моменты выделены красным маркером в письме и вот ты видишь красный штамп к исполнению и у тебя в голове сразу возникает та служба которая занимается у нас в стране исполнительным производством это федеральная служба судебных приставов но коллекторы не являются таковыми и об этом есть мое подробное видео из рубрики лоховоз когда коллекторы прикидываются судебными приставами и ты можешь посмотреть его если забыл и далее тебе обозначает точную дату и время визита и ты уже готов бежать сломя голову и платить этот долг но пока не спеши потому что ниже указано московское время эти ребята просто берут тебя на пон потому что находится в москве никто к тебе не приедет и нет у них никакой выездной группы в ямало-ненецком автономном округе это стандартная шапка письма и время указано стандартная а дата выбрана произвольно ну а судебные приставы приезжают на опись имущество обычно раненько часиков так в 6 утра они днем как эти ребята потому что днем обычно никого нет дома в 6 утра то все на месте тут же ты видишь штрих-код и это очень серьезно почти как на постановление судебных приставов вот глянь постановление очень похоже на это письмо и ребята очень сильно хотят быть похожи на судебных приставов о чем кричит просто все это письмо и так идем далее тут тебе сообщают, что это письмо из департамента взыскания. Причем не просто взыскания, а принудительного взыскания. И если ты даже не знаешь, что такие судебные приставы, то ты уж точно здесь наделаешь штанишки. Целый департамент принудительного взыскания. То есть они принуждают. А какое страшное слово «взыскание». Короче, это работает на лохов, но ты-то уже не лох. Ты же не такой, если смотришь мой канал, да? Далее ты мельком увидел упоминание все-таки Федеральной службы судебных приставов. И тут страшная фраза «после вынесения решения суда». Да как приедут, да как выявят твое имущество. Жуть, да? Теперь ты точно укрепился в решении бежать и перезанимать, и все-таки оплатить нафиг этот долг. Пока еще не поздно. Потому что здесь вроде бы как сказано, что решения суда еще не было, и у тебя есть большой шанс оплатить это в досудебном порядке, не упусти его. И коллекторы кредит «Финанс Экспресс» этого и хотят. А чего ты хочешь? Я лично свое мнение уже высказал о том, что я за то, чтобы решать такие вопросы в судебном порядке. Можешь посмотреть мое видео об этом, но решать все равно тебе. Потом ты видишь еще регистрационный номер дела, как официально «ЁПРСТ». На тебя уже дело завели? И ты думаешь, что стопудово уголовное? Расслабься, глянь видео о том, что коллекторам невыгодно тебя посадить. Ну а потом печать, размашистая подпись директора, как всегда, самого директора департамента принудительного взыскания. И тут ты уже поплыл. Но ты же уже понял, зачем это письмо и для чего. И первая страница направлена именно на запугивание. Это очень хороший психологический ход. И теперь посмотрим, что же на обороте письма. И тут у нас информация о задолженности и указано, что сумма оказывается не фиксирована. Это значит, что она растет постоянно. О ужас! Испугался, да? А это всего лишь значит, что эти коллекторы «Кредит «Экспресс Финанс» или «Кредит Финанс Экспресс». Короче, не важно. Они работают с банком «Русский стандарт» на основании агентского договора и пытаются взыскать твой долг по кредиту. И вот тебе способы оплаты. То есть, на первой странице они тебя всячески запугали, потом в начале второй страницы продолжили запугивание, и тут они объявляют то, чего они хотят. Вот по этим реквизитам плати, дружок. Но ты-то уже знаешь, что просроченный кредит платить лучше после суда, правильно? Ну и последние несколько абзацев говорят о том, что данное письмо является уведомлением о начале обработки твоих персональных данных, которое обязано направить коллекторское агентство, несмотря на то, по какому договору оно работает. Или по агентскому договору, или она выкупила твой долг по договору сессии. И сразу видно, что они соблюдают закон, и после этого уведомления они будут правомочно тебя тревожить. Но в обратном случае, если бы ты не получил это письмо, то у тебя была бы возможность взыскать с них моральный ущерб. И о том, как это сделать, я расскажу в одном из своих ближайших следующих видео. Поэтому, чтобы у тебя было больше шансов наказать коллекторов, на почте при получении заказного письма попроси почтальона принести это письмо, посмотри, от кого это. Если от коллекторов, то просто не получай. И жди видеоинструкцию. Короче, как ты понял, все эти угрозы приехать с визитом так называемой выездной бригады коллекторов, это полное фуфло. И об этом мы коротко говорили в одном из прямых эфиров в Перископе, можешь его пересмотреть. И о том, как вести себя с такой выездной бригадой, если они все-таки приедут, я постараюсь сделать в ближайшее время подробную видеоинструкцию. Так что не забудь подписаться на обновление сайта Оживаем. И все это делается со стороны коллекторов для того, чтобы ты погасил свою задолженность в досудебном порядке, оплатив все пени и штрафы. Потому что так им выгоднее. И тебя я благодарю за лайк и за то, что поделился с друзьями в социальных сетях. И будет полезно, если ты поделишься в комментариях своим опытом взаимодействия с коллекторами из Кредит Финанс Экспресс и с Банком Русских Стандарт. И не забывай присылать мне в личку их новые письма тебе, чтобы мы их разбирали и посмеялись. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И такди, 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 такди. Ну и добра и бобра тебе, дружище, бывай. Времени мало, и ты, как я помнишь. Короче, сегодня разберем наш банк. Сегодня разберем наш банк и мои подписчицы, и мои подписчицы. И нет у них никакой выездной группы в Ямал, они ниньцы. И нет у них, и нет у них никакой, и нет у них. И нет у них никакой выездной группы в Ямал, они ниньцы. Да что такое?